МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Талантливый оператор, декоратор, активист туинского спорта и кино Денис Шалавин столкнулся с тяжелым испытанием. Когда будут оглашены результаты акции, ТВА голосует. Во всем мире сегодня отмечается Международный день театра кукол. А теперь об этом и не только, более подробно. Время героев – программа развития для участников специальной военной операции, которая реализуется на территории всей страны по поручению президента России Владимира Путина. Суть программы – подготовить из людей с оружием в руках, отстаивающих интересы Родины, высококвалифицированных и компетентных руководителей для государственных органов, муниципальной службы и госкомпаний. Все участники, прошедшие регистрацию, смогут обучаться онлайн на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а прошедший отбор отучатся по программе Высшей школы государственного управления Синеж. Подать заявку для участия можно на специальном сайте проекта времягероев.рф до 8 апреля. Программа «Время героев» будет строиться по стандартам Высшей школы государственного управления, которую еще называют школой губернаторов. В ней учился я в свое время. Наставниками для первых участников программы, как обещал Владимир Владимирович, станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших компаний. Недавно мы рассказывали, как встретили Суринабады, заместителя командира 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады командира «Черных барсов», взявших Авдеевку ДНР, родом герой из села Эрзин Эрзинского района. Как встретили воина Тувы на родной земле, расскажем в следующем материале. Побыв в Козыле пару дней из своего долгожданного отпуска, Суринабады поехал в родное село Эрзин навестить маму. Он никак не ожидал, что его будут встречать таким особенным образом. Прямо при подъезде к селу его ждали родные, близкие, друзья и простые жители. Традиционный туинский обряд встречи с белым ритуальным шарфом, кадаком и чаем с молоком. Также встретить воина Тувы прибыли представители районной администрации. В нашем Козыне его уважают, любят. Семья хорошая, с гордостью пришли его встречать. Он приехал в родное село во время отпуска. И очень рады его встретить здесь. Также встречающие в один голос утверждают, что были очень горды тем, что именно их односельчанин и друг участвовал в штурме Авдеевки в зоне проведения СВО. Более того, лично командовал нашими бойцами в боях за город. Как заехали в родное село, первым делом Суринабады прибыл на Аллею Славы Эрзина, чтобы почтить память земляков, отдавших свои жизни в ходе выполнения поставленных задач в зоне СВО. В ходе проведения специальной военной операции мы показываем себя с наилучшей стороны. Ради защиты нашей страны, ради будущего наших детей выполняем поставленные задачи. Хочу поблагодарить семьи своих погибших друзей и товарищей за то, что вырастили и воспитали достойных сыновей Тувы. Их подвиги мы не забудем никогда. Мы не имеем права сдаваться. Ни один солдат и военнослужащий не пойдет назад. Ведь погибшие товарищи смотрят на нас, говорит Суринабады. По-военному строго и четко отвечал на вопросы воин Тувы. И в этом была его отличительная черта. Подполковник Вооруженных Сил России. Человек, посвятивший армии всю свою сознательную жизнь. Защищающую нашу страну. Вместе со всеми проливающий пот и кровь на полях боев. Он делается среди других людей тем, что он самый первый повернулся к флагу Российской Федерации, когда запела гимн Российской Федерации и Республики Тува. Вот чем он выделяется среди остальных других людей. Сразу после церемонии возложения венков в дань памяти погибшим воинам, Суринабады принял предложение провести урок мужества в сельской школе. Он рассказал школьникам о своей жизни, целях и задачах специальной военной операции, героях-товарищах, погибших при исполнении служебных задач, чтобы на их примере показать, каким должен быть истинный гражданин и патриот своей страны. Учащиеся задавали ему вопросы. Не теряйте зря время. Сейчас у вас золотое время. Постоянно изучайте что-то новое. Развивайтесь, получайте образование. Слушайтесь учителей. Это Суринабады, защитник своей родины, верный командир своих солдат, любящий муж и отец. Это один из тех воинов, сынов республики, кто отстаивает интересы нашей страны в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня в Верховном Хурале состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Ордена мужества вручили родным и близким погибших в зоне специальной военной операции добровольцев. Торжественная церемония вручения государственных наград началась с исполнения гимнов России и Тувы. Сегодня посмертно награждают тех, кто исполнил свой воинский долг в ходе специальной военной операции ценой своей жизни. В такие моменты трудно найти слова сопереживания и поддержки, сказал в своей речи заместитель председателя Верховного Хурала Тувы Виктор Глухов. Мы глубоко уверены, что ценой своей жизни они вселяют в каждого из нас уверенность, что победа будет за нами, за великой и многонастанной Россией. Дорогие заместительные, проявленные сыновьями Тувы, героическое исполнение своего священного воинского долга, навсегда останется в памяти многонастана народа Великой России и родной Тувы. Подвиг наших сыновей Тувы, как и их предков туристских добровольцев, боевах в годы Великой Отечественной войны, будут всегда достойным примером для грядущих поколений. Указом президента России за проявленный героизм ордена Мужеса посмертно награждается доброволец сержант запаса Омак Довут. Награду получает супруга. Сегодня орден Мужеса посмертно вручается и добровольцу рядовому запаса Менге Сальчаку. Награды передаются также родным и близким. За каждым орденом стоит невероятная история стойкости и преданности родине, отметил специальный представитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Кулар. Мы глубоким уважением вручаем всем погибших героев наших земляков, жителей республики Туван, которые выполняют свой воинский долг, отдали свою жизнь. Им пришло заплатить самую высокую цену. Много наших земляков и сейчас погружают в части боевых действий на Украине и показывают отвагу и верность своей присяге. Добровольцы – это люди, которые решили защищать интересы страны и будущей родины по зову сердца, причем не раздумывая. Самые сложные моменты в начале операции прибыли. То есть это будет потом. Добровольцы будут приравлены к военнослужащим пока тракту. Это будет все потом. Это люди, которые пришли, как вот туинские добровольцы времена Великой Отечественной войны, да. Вот эти люди первые встали на защиту Родины, не думая о каких-то благах. Это достойнейшие люди. Примите слова. Соболезними. Герои не умирают, пока жива о них память. Воспоминания о них навсегда останутся в сердцах и будут служить примером отваги и мужества. В Росгвардии прошли масштабные тактико-специальные учения по замыслу учений. Бандгруппа совершила вооруженное нападение на гражданских лиц и удерживала заложников в салоне автобуса с требованием крупной суммы денег из самолета. Для обезвреживания условных преступников по тревоге были подняты сотрудники спецподразделений СОБР и ОМОН, а также экипаж вертолета Ми-8. Росгвардейцы блокировали район нахождения условных злоумышленников, а группа спецназа при поддержке авиации и беспилотных летательных аппаратов обезвредила нападавших. Сотрудники Росгвардии с поставленными задачами справились на отлично. В ведомстве подвели итоги всестороннего взаимодействия и слаженности с федеральными и региональными органами. Сенатор Российской Федерации Дина Аюн выступила перед депутатами Верховного хурала парламента ТУВЫ с отчетом об итогах работы за прошедший год. Также сенатор обозначила задачи на текущий год. По словам Дина Аюн, Совет Федерации отработал год активно. Как подчеркнула сенатор, одна из поставленных задач касалась кардинального изменения ситуации по глубокой переработке шерсти. В январе нынешнего года правительством России была утверждена дорожная карта. В нее вошли 27 мероприятий. В числе шести регионов пилотных, где будут поддержаны проекты, это как раз наша республика Тыва. Вот это важно. Для ТУВЫ очень важна федеральная поддержка при реализации региональных полномочий. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уделяет особое внимание вопросам материнства, здравоохранения, образования. Ни одному региону этого не удавалось. Это мне прямо в кулуарах говорили работники Минпросвещения Российской Федерации получить такую мощную поддержку на строительство школ. То есть нам дополнительно в рамках проекта бюджета, когда мы рассматривали его, 601 поправка была 2,2 миллиарда. Они говорят, ну дают 400, ну 500. 2,2 миллиарда. Это благодаря Валентине Ивановне Матвиенко, которая после общения с Айсланом Товерщитовичем все-таки вникла в то, что есть разные методики. И это не вина региона, а это то, что, к сожалению, вот такие кассовые разрывы могут создаваться. Эти средства поступают, и я очень рада, что мы сможем достраивать наши школы. Большая поддержка оказывается участникам специальной военной операции, членам их семей. В частности, Дина и Айон были организованы новогодние подарки для тувинских школьников. Детей-участников СВО, а также презенты раненым военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях на территории Москвы и Московской области. Всего финансовая помощь в поддержку СВО в 2023 году составила 660 тысяч рублей. Побывала в четырех разных центрах Росгвардии, госпиталь ветеранов, это уже подведомственная мэрия Москвы, частные центры. И увидела, как серьезно можно выстраивать реабилитацию. Я очень рада, что мы смогли с прошлого года войти в такой важный федеральный проект, оптимальный для восстановления здоровья, медицинская реабилитация. У нас в прошлом году получила резьбольница, Вячеслав Токштович знает, они смогли создать тоже такую, так как это первый этап реанимации есть в резьбольнице, это первый этап такой междисциплинарной помощи. Когда сразу же, даже в реанимации, вложение междисциплинарной бригады, понимает, что каждый день идет отмирание какой-то функции. Очень важно все это уследить, чтобы не восстановить потом потенциал человека. Действующий президент страны Владимир Путин 2024 год объявил годом семьи. Главная цель нашего региона – помощь семьям, которые нуждаются в поддержке. Есть все-таки, назовем так, семьи из групп риска. Как их преодолевать, как не создать такие условия, чтобы их количество уменьшалось. Ну и просто есть еще одна идея, которую Совет Федерации поддерживает и поддерживает Федеральное агентство по делам национальности. Это провести такой фестиваль-конкурс среди общин коренных малочисленных народов, когда мы покажем уклады, наши такие уникальные бриллианты, уклады жизни, кочевой. А у нас 22 региона, в которых проживают коренные малочисленные народы. Вот такой фестиваль, он может быть даже не в один год пройдет, два, три. Сенатор добавила, что в течение двух недель будет издано положение конкурса фестиваля, в котором и ТУВА сможет принять участие как малочисленный коренной народ. Инна Клаян, Буяна Юн, Ангар Кюжугет, телеканал ТУВА-24. В 2023 году в Республике ТУВА в беззаявительном порядке с НИЛС получили порядка 5,5 тысяч новорожденных малышей. Напомним, что процесс оформления лицевого счета на ребенка с 2020 года проходит без подачи заявлений. Это значит, что родителям не нужно обращаться в региональное отделение Социального фонда России и подавать документы. Также следует отметить, что с 2019 года Социальный фонд не выдает с НИЛС в виде зеленой карточки. Его заменила другая форма. Форму можно сохранить в электронном виде или распечатать на обычной бумаге. Отметим, что СНИЛС нужен при трудоустройстве, для учета пенсионных отчислений, оформления социальных выплат и пособий, а также при подаче заявлений для получения государственных и муниципальных услуг. Номер ребенка поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Самое главное условие, чтобы запись мамы была подтвержденной на портале госуслуг. И все совпадали фамилии, имя, отчество мамочки с ЕГР ЗАГС. Напомним, что у сыновителей, у них право получения с НИЛС на ребенка сохраняется в заявительном порядке. Им необходимо будет обращаться в клиентские службы с соответствующими документами. Талантливый оператор, декоратор, активист тувинского спорта и кино Денис Шалавин столкнулся с тяжелым испытанием, предраковым заболеванием крови. На данный момент ему срочно необходимы доноры, тромбоцитов любой группы крови. Поэтому просим всех нерододушных граждан откликнуться и помочь нашему коллеге-товарищу победить это заболевание. Денис Шалавин не только талантливый профессионал в области кино и спорта, но и преданный активист, который прилагает все усилия для развития спорта в Туве. Он возлагает федерацию ММА, тем самым делает здоровее тувинскую молодежь и мечтает возродить тувинский кинематограф. Его трудолюбие и неутомимость вдохновляют многих. Денис Шалавин – мой хороший друг, который в данный момент проходит через тяжелые жизненные испытания. Денис сейчас нуждается в нашей помощи и поддержке. Давайте объединим усилия, чтобы помочь ему в борьбе с опасным заболеванием. Помните, что каждый жест доброты и поддержки может стать решающим в исходной борьбе за жизнь. Вместе мы сила, способная преодолеть самые сложные испытания. Заболевание требует серьезного лечения, включая регулярное получение тромбоцитов. Денис сейчас находится в городе Санкт-Петербурге, где проходит курс химиотерапии, рассчитанный на 21 день. Изначальный диагноз острого лекоза не подтвердился, но, проведя обследование, врачи выяснили, что у меня мелодиспатический синдром. Это предликозное состояние. К сожалению, лечится гораздо сложнее и более долго. А самое печальное, что все-таки придется делать пересадку костного мозга. Через две недели будет результат моих анализов крови, чтобы можно было сравнить с базой доноров. Но так как у меня нет родных братьев, сестер, будет очень сложно подобрать. Поэтому любая помощь сейчас очень сильно помогла. Для борьбы с болезнью Денису необходима помощь доноров костного мозга. Любая группа крови может стать спасительной для него. Костный мозг играет важную роль в организме, отвечая за формирование новых клеток крови. Именно поэтому трансплантация костного мозга является эффективным методом лечения рака крови. Донорство костного мозга – это безопасная процедура. Донорами костного мозга могут стать люди совершеннолетние с 18 лет. Но также если есть полностью совместимый донор, то с 14 лет разрешается быть донорами костного мозга. С 14 лет. Это практически безопасная процедура. Сам процесс, то есть это не какое-нибудь там оперативное вмешательство. Никакую операцию не делается. Берется костным, а также берется кровь. До получения крови вводятся определенные препараты для того, чтобы в кровь нашу вышли стволовые клетки. И после введения этих препаратов и введения периферической крови стволовых клеток, забирается кровь, очищаются вот эти стволовые клетки и вводятся в пациента. Чтобы помочь Денису, можно обратиться в Центр переливания крови, сообщить о своем желании помочь конкретному пациенту и стать донором тромбоцитов. Каждый может внести свой вклад и дать шанс на выздоровление. Надеемся на скорейшее выздоровление Дениса. Второй год подряд в республике проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню пропаганды трезвости. Напомним, что в прошлом году глава ТУВ Владислав Хавалы подписал указ о проведении Дня пропаганды трезвости для формирования в регионе здорового образа жизни. Датой назначена 22 марта. В этом году специалисты республиканского наркологического диспансера проведут акцию на площади Арбата, где будет осуществляться медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Планируется проведение эксперимента с использованием тренажерных очков, имитирующих состояние алкогольного опьянения, а психологи проведут консультации по вопросам семейного и бытового алкоголизма. Стоит отметить, что в ТУВе разработан комплекс мер для снижения уровня алкоголизации населения. В регионе проходит конкурс «Срезвое село», в рамках которого муниципалитеты могут выиграть денежные призы. Села с населением более 1 тысячи человек могут получить 1 миллион рублей, а села с населением менее 200 человек – до 500 тысяч рублей. В современное время важно обеспечить детей информацией о том, как сохранить свое здоровье. Для этой цели в образовательных учреждениях ТУВы проводятся различные мероприятия, которые направлены на повышение качества здоровья подрастающего поколения. Сегодня на базе столичной школы номер 9 врачи-работники культуры провели профилактическую беседу, посвященную туберкулезу и алкоголизму. Что нового узнали школьники на этой встрече? Смотрите в сюжете далее. Туберкулез является серьезной проблемой общественного здоровья. И важно, чтобы каждый человек знал, как защититься от этого недуга. Профилактика туберкулеза включает в себя соблюдение элементарных правил. Это гигиена и регулярные медицинские осмотры, которые помогут выявить болезнь на ранней стадии и приступить к своевременному лечению. Обучение детей основам здорового образа жизни поможет сохранить их здоровье на долгие годы. Мы рассказываем, как защитить себя от туберкулеза. Мы напоминаем, что это такое, какие симптомы бывают туберкулеза. И вот именно как защититься в общественных местах, в школе и так далее. Детям рассказали не только о профилактике туберкулеза, но и о вреде и последствиях пагубной привычки, такой как пристрастие к алкоголю. Злоупотребление алкогольными напитками ведет к нарушению здоровья, алкогольной зависимости и социальным проблемам. Эта беседа для нас была очень информативная и нам очень понравилось, что нам про это рассказывают. И учительница сделала для нас такое большое дело, что нам рассказывают про такие вещи уже в таком возрасте. Алкоголизм с подростками никак не может быть связано. И то, что алкоголизм будет очень вредным для подростков. Нам рассказали буклеты очень интересные. Я очень интересно читал содержание буклетов. Организаторы мероприятий привлекли внимание учащихся к важности здорового образа жизни и предупредили о возможных опасностях, связанных с туберкулезом и алкогольной зависимостью. Открытый урок был проведен благодаря инициативе Туинской детской библиотеки имени Корнея Ивановича Чуковского и врачам Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Такие беседы в образовательных учреждениях продолжатся. Напомним, для участия необходимо было прийти на свой избирательный участок в дни выборов, проголосовать и запечатлеть себя на селфи. Одно из главных условий – фото нужно было сделать на своем избирательном участке, опубликовать на личной странице в социальной сети ВКонтакте и поставить два хэштега под фото. ТВ голосует и всей семьей. На сегодняшний день в акции принимает участие более 8 тысяч человек. Ну что ж, дорогие друзья, завтра уже у нас праздничный день, можно сказать, мы уже будем подвести итоги нашего народного конкурса ТВ «Голосует». Хочу подчеркнуть, что завтра в прямом эфире в 18.00 по местному времени у нас на странице ВКонтакте. Еще раз напоминаю, через ссылку «Добро.интува» получается «Добрые сердца» набираете и захочете и подключаете к нашему прямому эфиру. Как будем отбирать наших победителей? Это будет генератор случайных чисел, будет генерироваться на сайте, прямом сайте, сайт называется ТВ «Голосует». И вы тоже можете зайти и узнать. После того, если вы, к сожалению, не смогли принять участие в нашем прямом эфире, ничего страшного, мы будем оставить нашу запись в прямом эфире у нас в ВКонтакте «Добро.интува». К новостям культуры. С 21 марта 2020 года во всем мире отмечается Международный день кукол. В этот день проходят кукольные спектакли, творческие встречи, концерты, экскурсии в музее кукол, выставки театральных кукол. Какие мероприятия прошли у нас в республике, расскажет наш корреспондент. В Твинском театре кукол работают около 20 актеров. В их репертуаре более 60 интересных и завораживающих спектаклей. Сегодня в честь празднования Дня кукольника в главном храме искусств Тувы показали самые увлекательные из них. К примеру, пьеса Эдуада Межита «В поисках родного языка», где главный герой, не знающий своего родного тувинского языка, путешествует во времени, встречая различные преграды и испытания. Получительная история, которая заставляет задуматься не только детей, но и взрослых. То будете иметь дополнительные бонусы. Итак, скажите, кто вы, как вас зовут, откуда вы родом? Мне кажется, этот спектакль сегодня, эта тема, проблема очень актуальна на сегодняшний день. И еще у нас в спектакле используются разные технологии. Это такой поставленный на современный лад вот такой спектакль. А самая главная задача – донести мысль нашим маленьким зрителям, что у нас самое дорогое – это наш родной язык. Кукольное искусство удивительно и великолепно. Оно способно пробуждать в нас детское воображение и удивление перед миром. Общение со зрителями на кукольных представлениях создает особую атмосферу, позволяет каждому зрителю погрузиться в уникальный мир кукол и волшебства. В течение недели у нас запланированы показы спектакля, и это называется «Театральная неделя». Спектакль «Я Будда», «Зомби-бэнд», «Для самых маленьких Чуня», «Мэри Поппинс» и еще «Сказка-нянишка» «Золотом петушке». Приглашаем вас, семьями прийти во время каникул, посмотреть наши спектакли. С 22 по 30 марта в столице Тувы пройдет театральная неделя, где жители и гости республики со своими семьями смогут оценить тонкую работу артистов театра кукол. В Дворце молодежи развернулась большая ярмарка, где можно приобрести женскую одежду на все случаи жизни из стопроцентного хлопка производства Ивановской области. Яркая комфортная одежда есть всех размеров. Кроме того, на выставке представлена продукция от компании «Сибирские кедры». На выставке представлена женская одежда из натуральных тканей. Огромный выбор яркого трикотажа производства Ивановской области. В ассортименте имеются разнообразные фасоны и расцветки для работы и отдыха. Близится лето. Необычные наряды, которые можно здесь подобрать, выделят вас из толпы. Комфортные и удобные носки платья, сарафаны, туники, костюмы и стопроцентного хлопка. Широкий размерный ряд – от 42 до 64 размера. Ивановский трикотаж всегда отличался натуральностью. Именно его и применяют на производстве в городе Кинишма Ивановской области. Изделия из такой ткани жители Тувы могут приобрести по доступным ценам. Очень удобная, гипоаллергенная. В носке хорошо и летом, и зимой, соответственно. Есть платья, есть одежда для дома, пижамки. Ну и какие-то нарядные можно подобрать вещи. Вся продукция сибирских кедров, представленная на выставке, воссоздана по старинным рецептам сибирской травницы. Компания производит натуральную продукцию только на основе натуральной кедровой живицы, различных природных масел и целебных трав. Мы привезли продукцию, которую можно и принимать внутрь, и для наружного применения. Есть мази, которые облегчают состояние больных, костно-мышечные заболевания. Есть заживляющие для кожи. Напомним, всю продукцию можно приобрести в здании Дворца молодежи. Ознакомиться с ассортиментом и почувствовать на себе знак качества можно до 23 марта. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Чинча Кашпуков. До скорых встреч.